Ом намо Бхагавате Васуде Вая 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 Алексей, может тебе удобнее на кресле будет сидеть? На кресле, может, удобнее? Ну, если что, садись, не стесняйся. Гирьго Вархан, может, тебя пригласить сюда? Поближе. Поближе. Чтоб не спиной Божество. Или... Ну, лучше здесь. Чтоб Кришне было хорошо, а не только нам. Итак, восемнадцатая глава. Шимат Бхагавитас. Совершенство отречения. Текст четвертый. Он записан. По слову повторим санскрит. Нищаям Шрину Ме Татра Тяге Барата Саттама Тиаго Хи Пуруша Ягра Три Видха Сампра Киртита Нищаям Нищаям Татра Нищаям Шрим Татра Нищаям Шрим Татра Может, стоят окна открыть? Мы громко произносим санскрит. Нищаям Нищаям Тиаги Барата Саттама Нищаям Тиаги Тиаги Барата Саттама Тиаги Пуруша Ягра Нищаям Тиаги Пуруша Ягра Тиаги Пуруша Ягра Нищаям Три Субтитры создавал DimaTorzok 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 влияние на них гун материальной природы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 от этой деятельности от житой приношения, благотворительности и эскезы ибо они очищают даже великие души вот этот стих начинается со слова не с чаям несомненно а вишнатка Чаквартии Токур переводит его как определенно то есть это определение Кришны и оно не должно подбираться сомнению как Кришна говорит нет сомневающегося счастья ни в этом мире, ни в следующем и так отрешенность в гуне невежества оно из-за заблуждения на самом деле например Жилпропада приводит такие примеры Саньяси считается, что Саньяси он не должен готовить но для Кришны надо готовить и нужно готовить или Саньяси он не должен даже смотреть на Виахаягию но если эта церемония, это жертвоприношение помогает начинающим преданным как-то успокоить ум и так обустроить свою жизнь так сказать пристроить ее к духовной реальности свои материальные желания потребности то это надо делать это нужно делать Шилпропада пишет Саньяси он должен это делать ради своих учеников отказ от этой деятельности будет невежеством или далее Кришна объясняет отрешенность в гуне страсти это происходит из-за страха или из-за обременности из-за трудности исполнения этих обязанностей страх какой может быть например я буду это делать я запутываюсь просто в этой деятельности но например рано утром вставать это обременительно можно бояться я не высплюсь и потом что же со мной будет но это надо делать это надо делать Шилпропада говорит что по поводу отречения из-за заблуждения в невежестве там Кришна называет отречение Саньясой на самом деле отречение от деятельности плодов деятельности или плодов той деятельности которая происходила ранее в принципе это слова синонимы как нагревать и тепло теплое нагретое это нечто похожее поэтому в принципе Кришна не делает этой разницы люди пребывающие в двойственности они могут считать что это деятельность и это вообще деятельность ее надо оставить ну как можно оставить вообще деятельность потому что душа она деятельна вопрос для чего действовать ради кого действовать и отречение Возвращение в гуне благости – это деятельность из чувства долга и деятельность, направленная на зрение Верховной Личности Бога. То есть такой менталитет – это надо делать. Это указывает на то, что человек прививает в гуне благости. То есть из чувства долга и беспривязанности к плодам своего труда. И такая деятельность, она уже сама по себе приводит к знанию. А знание – это и есть результат тияи и отречения. Итак, таково мнение Кришны, что от деятельности не надо отказываться, надо действовать, действовать для Кришны, но не привязываясь к плодам этой деятельности. Много раз Кришна повторяет это вновь и вновь, что нам ничего не принадлежит, все принадлежит Ему. Таково его мнение. И в конце шестой главы Кришна тоже произносит слова, таково мое мнение, когда перечисляет разные виды деятельности, вот в этом процессе самосознания, йоги или бхакти. Кришна говорит, что из всех йогов, кто с великой верой сюда пребывает о мне, думает обо мне, служит мне с любовью и упредностью, тот теснее всех связан со мной, и потом достиг высочайшей ступени совершенства. Таково мое мнение. Матага. Матага я считаю, так Кришна считает. И также в конце Бхагавадгиты такие слова есть, мое мнение. Но это мнение Санджая. Но к его мнению следует прислушаться, потому что он ученик Шиловеса Дэвы. И он видел, что происходило на Курукшетре. То есть, это личность, которой следует прислушаться. И он произнес. Где бы ни присутствовала Кришна, повелитель всех мистиков, где бы ни находился Арджуна, великий лучник, там всегда будет победа, изобилие, необычайная сила и нравственность. То, к чему так и иначе люди стремятся. Матир-мама. Мое мнение, говорит Санджая. Разные муни имеют разные мнения, разные философии. Но преданный – это тот, кто известен как схит от гермунии. Тот, чей ум сосредоточен на Кришне, на настроение Кришны и его преданных. И тогда он спокойно действует в этом мире. Одни говорят в предыдущем стихе, что нужно отказаться от любой кармической деятельности, как от порочной. А другие утверждают, что человек никогда не должен отказываться от жаждоприношений, благотворительности и аскезы. В общем, преданно не пребывает в двойственности. Потому что двойственность, хорошо или плохо, – это категория материального мира. Тому, кто не развил себе отрешенность от всего мирского после смерти, приходится пожинать плоды своей деятельности. Желанные, нежеланные, смешанные. Те же, кто отрекся от мира, не нужно, не наслаждаться летациями своих действий и страдать от них. Вот, например, тот, кто отречен в благости, тот, кто действует из чувства долга, просто надо делать и не привязывается к плодам этой деятельности. Он может пропадать, пишет комментарий к этому стиху, работает на заводе, но не отречет себя с работником этого завода. Он просто работает для Кришны, он слуга Кришны. Таково его настроение. Есть ли какие-то вопросы на эту тему? Спасибо. Кришна объясняет в 10 стихе. Мудрый и отрешенный человек, находящийся в гуне благости, действует, не ведая сомнений, без неприязни к неблагоприятности и благоприятной деятельности. Если случилось уже, что он работает в такой уракарме, гаечке, 12 часов, может, жизнь его заставила, предный будет это делать. Сейчас, секундочку, подождите, я отвечу, потом сделайте дополнение. Ну, всякое бывает, знаете, в жизни. Ну, может быть, другой работу он пока не нашел. И чтобы поддержать семью, приходится с этими гайками, и вот ему сказало начальство, значит, его работать. Ну, не хочешь, до свидания. Так сказать, надо. И то, что его душу греет, то, что он делает, это для Кришны, для преданных Кришны, то есть его семья. Для преданных в доме тоже у него храм, потому что он также поклоняется Кришне. Тоже есть алтарь, может, небольшой, но тоже есть алтарь. И используя то, что он заработал для служения Кришне, для поддержания семьи, вот только благодаря этому он продолжает. Ну, конечно же, при любой другой возможности, чтобы более благоприятную деятельность выбрать, если так Кришна устроит, ему предоставится возможность, он не будет привязываться. То есть ни приезда у него нет, и привязанности тоже. Например, вот такого страха. Ой! Да ладно уже, пускай будет как есть. Ну да, я зависим, я как собака от этих начальников завишу. А кто знает, может, на другой работе хуже будет. Да ладно уже, какая не есть, пускай будет такая работа. Зарплату ему не платят, но он все равно за свои привязанности не может оставить такую деятельность. Я помню, одним рабочим говорил, просто посмотрел, как они тяжело трудятся. Я с ними пообщался. Им не давали зарплату. Они вынуждены были работать на даче, что-то выращивать. И вот этим кормиться. А поскольку они тяжело работали, они себе подрывали здоровье. И когда им давали раз в полгода зарплату, они тратили просто на лекарства. Я говорю, ну, оставьте эту работу. Это действительно угрокарма. Это тяжелая работа, и даже плодов нет. Но вы так привязаны к деятельности самой. Просто шудра, человек невежести, он боится быть независимым. Вот у него такой страх есть. И они говорят, да, ты прав, да, ты прав. Я говорю, ну, больше посвятите времени земле, это благостная деятельность. Больше вырастите. Сохраните здоровье. И избыток того, что выросли, сможете продать. И здоровье был сохранен, и денежки был сохранен. Правда? Да, ты прав. Но они продолжали там работать. Потому что такие гунны, человек не так-то легко может выйти из-под влияния гунны. Да, что вы хотели сказать? Мы согласны. Спасибо. 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 Ну да, это искусство. Слушая вас, я такую философию отметил. Если мне нравится, значит, нравится Кришне. Только я такое заметил в вашем объяснении? Больше никто не заметил такое? Кришне нравится. Моему Кришне нравится? Значит, и тому Кришне нравится. Спасибо. 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 Вы же получали плоды этой деятельности? Какие плоды? Вам не платили? Ничего. А. Зарплаты? И философии? Да. Зарплаты. Вы к той же философии возвращаетесь. Мне хорошо, значит, Кришне хорошо. Настроение хорошее. Я доволен, значит, Кришна доволен. В действительности большая удача в Кали-Югу людям, которые… Что-что? Давайте не перебивать, пожалуйста. Мы куда-то отклоняемся. Шутки – это хорошо, но когда они уместны. У человека серьезный вопрос, а вы каламбурите. В Кали-Югу Махабарати говорится, все рождаются ашудрами. И то большая удача – знать вот эту свою природу. Ашудр, он принадлежит вообще к системе варнашам. Он четко знает свои обязанности. Он в настроении слуги, он и ващам, и кшатриям, и браманам тем более служит. И удовлетворен. Главное, что он удовлетворен этой деятельностью. Он довольствуется тем, что ему дают – одежду, еду. Он даже без денег может это делать, потому что он шудра такой, что он, в принципе, даже не знает, как правильно использовать деньги. Сразу на какую-то ерунду потратит. И в этот век, конечно, трудно людям определиться, кто они, что они. Они под влиянием какого-то престижа, моды идут, учатся, получили уже образование. И хорошая работа, якобы престижная, даже неплохо зарабатывают. Но они не чувствуют, как говорите, удовлетворения. Это не их. А бывает, человек немного зарабатывает, но вот такая удача, кстати, не главное, сколько получает. А главное, что он в своей тарелке. Знаете, это тоже природное благочестие. Знаете, быть удовлетворенным, то, что пришло само собой, иметь спокойный ум. А в основном все испытывают эти беспокойства. И в благости действовать – это значит чувство долга. Я должен это делать. Никто же не хочет идти на работу. Если только появляются какие-то средства, допустим, наследство или дети богатых родителей. Зачем им работать? Ну, может, они какой-то творческой деятельностью будут заниматься. Какой-то деятельностью они все равно занимаются. Вот, допустим… Сейчас секундочку. А то устанешь так держать, я тебя уже заметил. Например, аристократия, дворянство в начале прошлого века. Им достаточно было средств. Но они все равно там писали, рисовали, чем-то занимались. Или были на службе у правительства в каких-то чинах. Но все равно. Человек должен что-то делать. Иначе праздный ум – кузница дьявола. И Кришна говорит, что каждый должен работать, чтобы, по крайней мере, поддержать свое существование. Мы должны готовить для Кришны. И надо это готовить, потому что кушать надо. Кто-то может в заблуждении отрекаться от этой деятельности, но он не принесет благо ни себе, ни другим. Как мы с преданными говорили. У них вот такое представление о простой жизни. Это значит… Ну, покушаю в храме. Если в храм не попаду, попощусь или там сухофруктики закину себе. А как же Кришне готовить? Как же предлагать Кришне? Это и есть развитие любовных отношений. А если ты среди людей, которые нуждаются в милости, надо приготовить и их покормить. Вот такое дело. Поэтому отрешенность в гуне благости – это действовать из чувства долга и не привязываясь к плодам. А плод… Нравится мне эта деятельность или не нравится? Как бы не претендуя на наслаждение. Желание… Не то, что мне нравится. Мне хочется… Многим не хочется работать. Знаете, почему? Пропад объясняет в одной лекции. Опять же, тенденция. Появились деньги и не работают. Особенно индусы. Англичане были в шоке вообще. Набрали бригаду, только первая зарплата – все пропали. А зачем работать? У них же есть на первое время. А сколько жить? А кто его знает, сколько жить? Может быть, завтра я уже уйду с этой жизнью. У них такая философия была. Знаете, англичане не понимали, как там на будущее. А у них такое отречение. Немножко ложное, конечно. И Пропад объясняет в одной лекции. На самом деле, люди не хотят работать. Почему? Потому что в духовном мире не работают. В духовном мире нет необходимости делать что-то нелюбимое. Или вот что-то накапливать, сохранять. Там деревья желаний. Все для служения Кришны. Там нет такой аскезы. Там свобода воли выражается. Просто все хотят служить Кришне. И все. Если погрузиться в это сознание, да, принят эту ситуацию. А ситуация – это проявление Кришны. «Сейчас я так, Кришна, должен тебе служить». И он даже работает на заводе. Пропада говорит, если он тело, ум и речь посвящает служению Кришне, то он делает какую-то деятельность внешне, как обычно рабочие. Но он понимает, что я это делаю для Кришны. Потому что плоды – это деятельность. Я посвящу Кришне. Это саньяса. Пропада назвал это саньясой. «Тело, ум и речь посвящены служению Кришне». Своим коллегам он тоже говорит о Кришне. Не стесняется. Ну так, уместно. Если кого-то это разрождает, то он может просадиком поделиться с ним, покушать. Как бы все любят. Ну нет так, нет он просто так. Для его же блага может пока с этим коллегой не соприкасаться. Конечно же, жить в храме, и все напоминают о Кришне, и всегда Киртан, Шаваном, Киртаном. Как один преданный недавно говорит. Вот в храме я такой спокойный. Ум у меня спокойный. Так идеально. А на работе у меня беспокойство. Но если он оставит эти беспокойства, ну ради того, чтобы поддержать семью, и, получается, оставит поддержание семьи, придет в храм и будет здесь просто воспевать, это будет отречение в гуне страсти, которое приведет к страданиям. То есть жена будет орудием возмездия. Причем справедливым. Ну что вы хотели дополнить еще там? Вот перед, что все? Все? Неужели? Исчерпалось? Ну хорошо, давай попробуем. Что там на Раскакунде говорят на эту тему? Я хотел бы рассказать, что он сказал, что мы делаем, что хотим, а надо хотеть то, что делать. Вот пример. Мата же хотела примера. Ну приведи пример. Личный пример. Да. Тебе хотелось с хамой приезжать в Молдову? Ну я слова надо, правильно? Потому что когда я тебя здесь встретил, ты такой был, ну что я здесь делаю вообще? Что я здесь делаю? Такой немножко растерянный был. Куда я попал? Так было хорошо. Зачем я задавал? Страсти. Ключевое слово – общение. Вот если было общение с теми, кто надоумил на это. Это называется такой гуру, вероломный гуру на самом деле, потому что его наставления будут плохие последствия иметь. Поэтому надо восстановить общение, хорошее общение, где нам объяснят, что все можно делать для Кришны. Это великое искусство, конечно, ему надо учиться, но только в обществе преданных можно его понять, это искусство, этому научиться. Совместить якобы несовместимое. Я гуру. Я гуру. Гуру в этом помогают. Один старший преданный говорит супер. Ну вот, из всех добрых побуждений, чтобы помочь нам. Другой еще лучше говорит. И по шастрам все. Цитирует Прабхупаду. Третий – вообще замечательно. И тоже авторитетно. И тоже близкий нам человек, то есть можно ему доверять. Но мнение их расходится. Поэтому шикша гуру – это хорошо, но очень важно иметь дикша гуру. что самостоятельно читая, слушая разные мнения, у кого-то мнение оставить в жертвоприношении, у кого-то не оставлять. Надо принять мнение Кришны или его представителя, поскольку мы не можем непосредственно от Кришны, а читая слова Кришны, можем выбрать опять же то, что мне нравится, попасть под гуну, с которой мы общаемся. Вот поэтому надо общение с гуру. Кришна проявляется через своего представителя. И вот первые его слова сразу ясно становится, что делать. Вот первые слова сразу понятно. Потому что, ну, Кришна так устроил, такая система. Он проявляется через своего представителя. Например, что не нравилось делать, а для Кришны делается. Вот я не любил посуду мыть в жизни никогда. И посудомойщикам бы никогда не работал, застрелили бы и не работал. А в храме с удовольствием это делал, с удовольствием. То есть показатель, что сердце очищается и приходит знание. Я слушал лекции и мыл посуду на кухне Кришны. Бахтапрограмм проходил. Сказали три месяца, оно растянулось на год. И я не считаю, что это время было потеряно. Было серьезное такое очищение, очень мощное на самом деле. И потом я вспоминал эти простые возвышенные времена, когда пришли какие-то обязанности. Думал, как здорово было. Просто моешь посуду, слушаешь Кришна Катху. И никаких проблем, никаких беспокойств. Опять же, по поводу беспокойств. Работа приносит беспокойство. Семья приносит беспокойство. Слушал недавно лекцию о Чудуприи Прабу. Он, ссылаясь на Рамалилу, объяснял, что семейная жизнь, она должна быть с беспокойствами. Да. Если нет беспокойств, то это иллюзия, он сказал. Господь Рамачандра, он идеальная личность, идеальный правитель. Мог в одиночку тысячи убивать демонов, защищая свою супругу. Она полностью предана ему. Богиня процветания. То есть верна ему всегда. То есть олицетерение целомудрие. Упоминание имени уже огромное благочестие. Но одна из причин, иногда говорится основная, прихода Господь Рамачандры показать, как проблематична семейная жизнь. Когда она захотела оленя. Вот женщина захотела оленя. И Рамачандра, как идеальный супруг, погнался за этим оленем. Ну, женская природа просто. Лакшман остался ее защищать. Ей показалось, что Рама зовет на помощь. Лакшман говорит, Господь Рама очень могущественна. Он не может звать на помощь. Это все, кто против него, зовут на помощь. Она говорит, нет, ты должен идти. Иначе, почему стало ему неприличные вещи. Ему стыдно стало. Ладно, вот очертил круг, не выходи. Она все равно вышла. Женская природа. Я что-то, по-моему, сделал такое утверждение. Если кто-то считает, что семейная жизнь должна быть без проблем, удивляются какие-то трудности, проблемы. Надо удивляться, это нормально. А если кто-то считает, что у него нет проблем в семейной жизни, то он в иллюзии находится. Просто это какая-то иллюзия. Или это святые, семья святых, или сумасшедшие. Потому что в Сима Бау там говорится, все страдают между этими двумя категориями, все страдают. Мы просто должны понять, что мы в материальном мире еще. Кто-то поднимал руку вроде бы. Имеет некоторое книжечное состояние. Он не мог сделать по-настоящему. Имеет трог. Имеет трог. Имеет трог. Спасибо. Ну, много оленей в лесах развелось. Кому-то надо регулировать их популяцию. Поэтому кшатрии тренируются на оленях. Но сита укорила раму. Недавно читал романе. Что ты говоришь. Ты много животных убиваешь. Это нехорошо. Я, конечно же, не смею тебе давать наставления. Просто желаю блага тебе. Я буду, чтобы твое сердце ожесточится. И она привела ему историю. Как один подвижник там был. Он достиг уже вершин своей тапаси. И Индра забеспокоился, что он сможет занять его пост. Ну, как побочный эффект подвижничества. И он пришел в форме кшатрия. И говорит, мне просто очень быстро надо попасть в одно место. У меня оружие мешает мне. Я ставил ему меч. А тут Браамон пообещал посмотреть, чтобы он не пропал. И следуя качеству праведливости, чтобы не потерять. Всегда был с этим еще. В итоге это оружие на него повлияло. Так что он стал тоже его использовать. Сита привела в раме такой пример. Что полегче со своим оружием. Для кшатриев это не грех. Они должны тренироваться в убийстве животных. Если понадобится какого-то злонаверенного человека, он должен быть способен сразу вот так вот наказать на месте. Нет, они не брали за это карму. Браамона они строго следовали, не насилия. Они мистическим, браамоническим тэджасом могли уничтожать демонов. Но они просили раму это делать. Или кшатрия кого-то просили. Во-первых, чтобы не терять это могущество. И важный принцип для браамона милосердие, сострадание, прощение. Поскольку они в действительности могущественнее, чем кшатрии. Дрона, когда он разошелся на куру кшатрии, его мясником называли. То есть он слишком много убивал. Слишком много. Это было нарушение браамонических принципов. Для него бывалые воины в ужас приходили. Браамон-тэджаса. А кшатрии могли это делать. Тренироваться. Кшатрии, чтобы доказать свою квалификацию, должен был пойти в лес. Встретиться с тигром. Убить тигра. Потом кремация царская была для этого тигра. Со всеми почестями. Не просто так пошел, убил. Так же, как браамоны, когда мантрами водили животное в огонь, они не убивали. Потому что сразу перевоплощение получала эта душа. Старая корова с молодой, или даже в человеческую форму жизни переходила эта душа. Там кремация, царская кремация была. Нет, они не были живодерами. Тигра кремировали со всеми почестями. Ну, зачем? Кровавую плоть кремировать. Все видели это красиво. Умощали еще маслами. Может, украшения одевали какие-то. Так что это из нашей традиции. Может, кто-то еще? Человеком рождался, да? Джай. Идем на охоту на тигра. Давайте поедем на какие-то серьезные вопросы. Вы вначале сказали, что разница между лечением и отрешенностью. Что лечение – это отрешенность, а отрешенность с плотами. Как я упомянул, ссылаясь на комментарии Вишнад, хочу говорить так, ура. Кришна, говоря об отрешенности и в невежести, он употребляет слово саньяса. Не тьяга, а саньяса. То есть там два термина обсуждаются – тьяга и саньяса. И Вишнадка Чахваритакур делает определение, что на самом деле это слова-синонимы. Но все-таки Кришна, он дает определение, кажуясь разными, но по сути, суть одна. И как мы обсуждали, что для преданного нет отказа от деятельности, они отказываются от неблагоприятного. И преданый не привязан к плодам деятельности, но поскольку выбирая благоприятную деятельность, он все равно получает результат. То есть знание, вот эта деятельность в угоне благости, Вишнадка Чахваритакур говорит, приносит знание, что является результатом, в принципе, тьяги, тех просто отрекающихся от деятельности, просто отрекающихся от деятельности. Но преданный, он продолжает действовать. А мне некоторых мудрецов, что надо остановить полностью деятельность. Это является Палгу в Араге, как сказал Валмикерам. Это река Палгу в Индии есть. Там воды нет. Но если прикоснуться к одну, можно почувствовать журчание желаний. Потому что желание надо трансформировать. Желание – это признак жизни. То есть деятельность, она присуща душе. Надо просто позитивного русла направить. И Парупаду осуждали за то, что он Виваха Яги проводил для своих учеников. Он просто желая блага ученикам это делал. Если бы он это делал, было бы невежество. И он не исполнил свой долг, то тоже бы не был доволен. На самом деле. Кришна через Парупаду проявлялся так. И он готовил первое время. Саня-Си он не должен готовить. Но для Кришны Парупада пишет комментарий к этому стиху. Саня-Си это надо делать и нужно делать для Кришны. И первое время он готовил, раздавал, потом сам мыл. Вот кто такой Вашнав. Кому нравится медпосуду? Когда Артём спрашивает, кто будет медпосуду? Мало рук. Потому что есть браманическая деятельность, есть шатрисская деятельность, административная деятельность. Кому-то нравится торговать. И можно быть привязан к этой деятельности. Но Вашнав, почему он выше системы Варнашем? Он может для Кришны и торговать, и руководить, и проповедовать, изучать, делиться знанием, как браман. И потом пойти на кухню и тараканчиков погонять. Как Шудра. С ним я уже стала якобы соприкоснуться. Потому что мотив Вашнава для Тарик Кришны. Поэтому он любой деятельностью занимается. Для него неприоритетом является, нравится мне или не нравится. Если Кришне нравится, то это и мне нравится. Он выше этой двойственности, рага-двеша. Сейчас, Маташа, я помню ваш вопрос. Я чуть-чуть как бы отошёл. Я вернусь. Что такое отрешённость? Яга и саньяса. Просто в Баговите Кришна объясняет в 64 стихе 2 главы, как преданный поднимается над двойственностью рага-двеша. Рага-двеша внуста и ту и ши ян и дряша. Атма-бахша и даятма. Прасадаматхихачхати. На человека свободно от всех привязанностей, антипатии, способно контролировать свои чувства, посредственно регулирующие принципы свободы и исходят милость Господа. Парупада объясняет на комментариях, что преданный, он делает даже то, что раньше не делал бы. Как я привёл себя в пример, что я раньше не мыл посуду, но для Кришны мыл с удовольствием мыл. Потому что преданный становится инструментом в руках Кришны. Для него главное, что нравится Кришне. Тогда это автоматически нравится ему. То есть преданный сразу объясняет, что Кришна хочет, духовный учитель хочет, преданные хотят, всё, это я делаю. Это уже приносит ему удовлетворение. Даже если я тоскез, окей, хорошо, приложу усилия, чувства долга буду делать. Получится, не получится, я не привязываюсь к результату. Победа, поражение – это забота о Кришне. Потому что страх не взяться за какую-то деятельность, это страх, что не получится, это привязанность к плоду. Делай, но получится, не получится, уже от Кришны зависит. И чувство долга – это в благости. Это развивается знание и отречение. Потому что благодаря знанию мы можем правильно отрекаться, не ложное. И отречение – это очень важно в нашей жизни. Не подумайте, что вот здесь один в шафране, и тут про отречение говорит. Бхакти не зависит от отречения, конечно же. Ничего не зависит. Но в духовный мир без отречения не попадешь. Об этом Кришна говорит, что надо Духалой Махшашватам этот мир полно страданий, бренной оставить, чтобы достичь этого высшего совершенства, вернуться в духовный мир. Также, чтобы взять что-то ценное, золото, например, надо какие-то ржавые железяки выбросить просто из рук. И преданно идет на скезу ради Кришны, потому что это очищает. Это приводит к знанию. Невозможно, узнав, о, как здорово, принесу Харе Кришну в конце жизни и вернусь в духовный мир сразу. Надо почистить сердце. Исполняет удивительность. Жертвоприношение подразумевает, что я жертву. Иду на жертву, отказываясь от чувствных наслаждений. Этому искусству, опять же, надо учиться в течение всей жизни. Пропада пишет. А плодом можно будет воспользоваться только в конце жизни. Вот. Надо потерпеть. Поэтому преданный понимает, что это, допустим, трудно, мне не хочется, но если буду делать, это меня очистит. И знание увеличивается. И тогда он более осознанно уже берется за любую деятельность. Уже нет у него двойственности, нравится или не нравится. И тогда уже на него не действует гон и материальная природа. Он уже не испытывает страдания. Даже о деятельности, которая обычно приносит страдания. То есть, нелюбимая деятельность, ну так, как бы, в общем, если говорить. А в нектаре преданности Пропада приводит пример преданного, который под обжигающими лучами солнца собирал цветы для Кришны. Но осознавая, что ты для Кришны, эти горячие лучи он воспринимал как охлаждающие лучи луны. Но он не страдал. И, в принципе, это первые ступени Бхакти, Креша Гнишу Бхада. Ты освобождаешь от страдания, и это очень благоприятно. Вот. А еще раз зачитаю, чтобы не было словно, что такое Тьяга, что такое Саняса. Ответ на вопрос Аржуны. Аржуна спрашивает, «Я хочу знать, каков истинный смысл отрешенности Тьяги, отречения от мира Санясы у победителя демона Кеши и повелитель чувств?» То есть я понимаю, что это, ну так сразу не уловишь эту разницу. Я улавливал, когда думал над этими стихами. Но сейчас, перед лекцией, я должен был опять, ну как бы, постарался уловить еще раз смысл. И, конечно, это неудивительно, что сразу непонятно, но стараемся это понять. И Верховный Господь сказал, «Отказ от деятельности ради удовлетворения материальных желаний великие мудрецы называют отречением от мира Санясой». То есть, уже в этих словах можно заметить, что нет всей деятельности отказ. Потому что некоторые представления, что отказ от деятельности Саняса, это конкретно отказ от любой деятельности. Но это невозможно бездействовать. Отказ от деятельности, которая несет карму, последствия будут за эти поступки. Вот этой деятельности Саняси отказываются. Они несут Триданду, это значит, тело, ум и речь посвящены служению Кришне. Таким образом, нет реакции за их деятельность. Они все делают для Кришны. Такой обет Саняси. Он делает все для Кришны. Только так, и никак иначе. А вот Тьяга, отрешенность, это уже ко всем, даже тем, кто работает на заводе. Но опять же, всегда помня о Кришне, плоды посвящая Кришне, говоря коллегам о Кришне, не отвлекайтесь, пожалуйста. Ты, может, не отвлекаешься, он точно уже отвлекся. Я вот перед ним рассказывал пример, как допустим, завод, это был какой-то завод, небольшой завод, и там работали индусы. И мусульманин стал начальником. И он сказал сразу им, никаких доти, никаких сари, тилоки вот эти, чтоб стерли, и шики, чтоб сбрели. Иначе можете не приходить на работу. И все это сделали, чтоб не потерять работу. Ну, как бы, семья, дети, вдруг не найду, нечем кормить. Страх мог иметь место. Но один предный пришел в доте с шикой, и с тилокой. И этот мусульманин сказал, вот ему можно, а вам нельзя, потому что у него сильная вера. Ну, такая была проверочка, можно сказать. Вот, и вот отрешенность, отказ от плодов садитесь, потому что саняса, понятно, саняса, они просто говорят о Кришне, путешествуют. Их все кормят. Ну, брамучарьи, которые помогают санясь, они тоже так живут, такой образ жизни. Ну, такой у них долг, можно сказать, такая у них аскеза. Но все остальные вынуждены действовать. И отрешенность в ихнем случае, это непривязанность к плодам. Понимая, что от Кришны все зависит, и таким образом, чтобы он был спокойный, и только спокойно уме может Кришна проявиться, можно спокойно практиковать. То есть, это благоприятно зависеть от Кришны, думать о Кришне. И даже если он работает на заводе, вот он все равно продолжает делать. Это даже нежеланное и чувство долга, это благости, это приносит результат того, кто такой отреченный, тьягу совершает отречение, тьяги, их тьяги называют, отреченные, тьяги, они стремятся к знанию, обрести знание. Но преданные, даже не тьяги, совершая деятельность из чувства долга, нелюбимую деятельность, получают тот же результат, то есть, очищение и знание приходит. Знание. Мы говорим о духовном знании. Знание своих отношений с Кришной, кто такой Кришна, что собой представляет материальный мир, как практически используется это в жизни Абхидеи, проежный результат, который он приводит в этот процесс. Конечно же, хочу искренне пожелать всем чаще читать Бхагавадгиту, чтобы не забывать эту разницу, как это применять к себе, в общении с преданными это делать. Сейчас мне сказали, будет возобновлен тот стандарт, который снил Шиллапрупада, ну по крайней мере несколько дней в неделю будет вечером Бхагавадгита, тогда можно будет это обсуждать. Да, вечерний класс по Бхагавадгиту, нет, два раза в неделю. Тогда, читая Бхагавадгиту самостоятельно дома, вопросы будут накапливаться, можно будет в обществе премных обсуждать. Вторник и пятницу. Это духовный сэндвич, утром Бхагават, вечером Бхагавадгита, тогда никаких проблем не будет. Да, Гавруарати, тоже важно петь Гавруарати. Кто поет дома Гавруарати? А не дома? Только в храме? Надо храм дома сделать. Парапад говорил, то же самое, что в храме делается, можно делать дома. То есть тот же стандарт, может где-то более укороченный, попроще, но то же самое можно делать дома. Основные молитвы, утром Гавруарати, вечером Гавруарати. Основные молитвы, что мы поем Гавруарати, Джага Джаган Маа Лопа, привлекает сердца всех живых существ, всех, кроме тех, кто знает, а есть Гавруарати, пою на воскреске. Это надо делать каждый день. Не обязательно с имбалами громогласными. В уме даже можно, правда, даже в уме можно спеть. Три раза в день мы должны вспоминать Агуру и Гавруарги. Так же мы поем Магаварати. Магаварати поют многие, утренний блок, я знаю. Но ты раз в день мы должны вспоминать Агуру и Кришне. Молитвы Гавруарги вечером, почему бы их не вознести? Хотя бы в уме, хотя бы коротко. За минутку пропел и все. По крайней мере не забыли, потому что на воскресной программе ведущий поет, а поскольку особенно в последнее время не все бывают регулярно на воскресных еще реже поет Гавруарги. Не все могут подпеть в Гавруарги. Даже так может быть. Такой нонсенс. Это наша основная молитва, можно сказать. О чем тогда говорить? Запомнили мы другие молитвы, другие шлоки, если даже эти не смогли. А это надо изучать. Это аскеза. Это аскеза, да. Это такая работа, но она очень очищает, дает нам знания наши отношения с Кришной. Иначе мы не сможем оставить этот мир. Будут продолжаться отношения с материальным миром. миром. Мы слушаем мнения. Разных философов, ученых, политиков. Что-то интересненькое в интернете. Кто-то что-то там. Очередные мнения. Но мнения Кришны следует считать окончательным. Два раза Шрила Парупада в комментарии это сказал. Считать окончательным. То есть самовысшим. А Паурушея такой термин. Непогрешимый источник. Поэтому если мы хотим знания очищения, хотим вот этой гармонии, чтобы со вкусом служить не напрягаясь именно вот так вот желанием быть счастливым в этой деятельности. Сначала ваидге садана бхакти, потом уже рогануга. Сначала работа. Это значит берешь книгу и читаешь. Не выбираешь что интересно, а читаешь все подряд. Все подряд. Слова Кришны. Очень важно. Именно вот на санскрите. Кришна же на санскрите говорил. Не только перевод на русском. Санскрит тоже. Это слова Кришны. Тогда будет разум удохотворяться и удохотворенным разумом мы можем обуздывать ум, который является врагом знания и самосовережисти. совершенствования, который является хранителем, хранилищем врагов трансценденталиста. Возжеление гнева, жадности, что является вратами в ад. То есть только начали, это еще не ад, но врата туда. Кстати, по поводу двенадцатом стихе, в двенадцатом стихе, это значит в аду оказаться в следствии этих желаний, желанной на райских планетах, что все равно карма. И потом после вот таких расширенных потребностей оказаться здесь, вот такие возможности, быть разочарованным, опять же, только жадность развить. А смешанное это оказаться на земле опять, в человеческой форме жизни. Ат, земля так переводит вешнах очков. Вот к этому стиху, которую мы читали, то есть без книги Баиды, как она есть, с комментариями про упады, если взять сразу комментарий Ачарьи, это четвертый текст, что мы читали, там вообще Тьяга, Саньяса, в заблуждении, в страсти или в благости. Парабада придет пример. На заводе может работать или надо покушать, приготовить, там даже если саньяси для Кришны надо и нужно готовить, виваху проводить. Джадь, то есть трудно утром вставать, все равно надо вставать. Парабада такие для нас примеры приводят. Если бы ни книги Парабады, мы вообще ничего не поняли. Вообще бы ничего не поняли. И когда читаешь книги Парабады и смотришь на комментарии предыдущих Ачарьи, видишь, что Парабада то же самое говорил, но больше объяснений дает, более понятно для нас. отказываться от деятельности, которая кажется обременительной, это отрешенность гоня страсти. Ничего кроме страдания это не принесет. И прекращать трудиться руководством подобными побуждениями никогда не, человек никогда не получит плодов своего отречения от деятельности. это не будет знания, это будет невежество. есть вопрос? на классах по бхагавадгите, да? Давайте начнем читать бхагавадгиту, чтобы появились вопросы. шимат бхагавадгита, ки? шила прабхапада, ки? нита игора преминанды.